Здравствуйте, друзья! Мы снова сегодня говорим об ошибках. И следующая, наверное, ключевая ошибка, которая часто встречается у начинающих, почти у всех, это рисование шеи. Итак, с чем мы сталкиваемся в таких случаях? Смотрите. Здравствуйте, друзья! Мы проводим конкурс по наброскам. И за лучший набросок вы получаете вот этот графический планшет компании Hi-On. Замечательная рисовальная штуковина, о которой вы все мечтаете. Вообще, это новый скачок во времени. Мы и мои кореша, они там стоят за кадром. Он вам достанется за лучший набросок. Наброски могут быть разные. Присылайте свои наброски, мы будем голосовать. И этот графический планшет ваш. Он-то даже когда открывается, он открывается здесь не по-прямому, а со срезом. Очень круто. Четыре пальмы, пять лошадей, один водопад. Очень красиво. Человеческая шея – это некий цилиндр. Некий цилиндр. Внутри которой находится определенная структура мышц. И человек, вместо того, чтобы нарисовать просто цилиндрическую форму в виде вот таких направлений, начинает выискивать целую систему мышц, которые там находятся. И способ, который он их изображает, является линейным на начальном этапе. Что делает человек? Он рисует линию, потом рисует еще линию, потом рисует еще линию, потом рисует еще линию. По сути своей, все понятно. Но из-за того, что этот способ изображения линейный напоминает силуэтное рисование, то эти линии расчерчивают шею и превращают ее в целую систему черных полосок. Дальнейшее обсуждение этих линий, как объема, не происходит. И за счет этого появляются такие черно-расчерченные полосы. Сейчас я покажу, как это выглядит на листе начинающего художника. Это выглядит вот так. То есть идут нарисованные полоски здесь, здесь, и здесь, и здесь. И они никоим образом не рассматриваются как система целого объема. То есть каждый новый появившийся объем линейно вычерчивается. И за счет этого объем цилиндра полностью исчезает. Вот в этой части. Как с этим правильно поступить? В таких случаях правильнее сделать следующим образом. Вы рисуете тот же самый объем в виде цилиндра. Но линии, которые вы используете для обозначения этих структур, превращаете не в силуэтные, а используете систему мягкой, толстой, широкой линии, которая обозначает место, где происходит поворот той или другой формы. И ключом для разгадывания секрета рисования шеи является следующее. Что на самом деле шея состоит из глобальных двух плоскостей при трехчетвертном рисовании. Это поверхность, которая идет боковая, вот здесь, и поверхность передняя, вот в этой части. Как бы вам не казалось, что их нет, они на самом деле там абсолютно точно присутствуют. Следующее, что там появляется, это территория гортани и трахеи, которые проходят сюда вовнутрь. И поэтому вы увидите входящий цилиндр внутрь этого объема, который уходит сюда внутрь этой части. И поэтому вот эту линию перехода вы точно так же изображаете вот таким мягким тоном. Здесь, здесь и здесь. И дальше от вас понадобится очень много старания, чтобы вы использовали всю штриховку на повороте этой шеи в виде вот такой штриховки, которая принадлежит повороту поверхности бока шеи, которая плавно обозначает, как эта поверхность разворачивается и уходит на переднюю часть. И дальше понадобится также старание, чтобы штриховкой, приходя с этой стороны, вы показали, как она точно так же вписывается в этот край. Если использовать вот такую штриховку, вы получите переход с боковой поверхности на переднюю с очень плавным схождением. В этом виновата мышца, которая находится под кожей на поверхности шеи, называется платизма. Она смягчает все эти узлы. Поэтому ни в коем случае нельзя вот эти поверхности, которые здесь будут находиться вот так в этой части, изображать вот таким жестким графическим языком. Здесь вам все время придется эти структуры ставить очень мягко и смягчать их всегда штрихом, показывая их плавность перехода из одной формы в другую. То есть все эти структуры останутся, но при этом будут рассказаны очень-очень мягко. И шея обычно по отношению к лицевой части находится под другим углом, чтобы было понятно, что значит под другим углом. Смотрите, у нас стоит лицо и стоит шея. Шея стоит под вот таким углом, лицо стоит вот под таким углом. Свет приходит сюда и освещает все это пространство. Свет, приходящий на территорию шеи, ее не освещает. Она будет значительно темнее по отношению к груди. Поэтому надо помнить, что плечи здесь и здесь в большинстве случаев всегда остаются светлыми, а эта поверхность всегда остается значительно темнее, чем эта часть. И поэтому дело не в том, как много структур вы здесь найдете, а насколько плавно и хорошо вы справитесь с двумя основными структурами. Боковой, передней поверхности, и насколько плавно вы дадите переход этой части, вот поверхность. Следующая территория, которая всегда тяжело передается, это переход шеи в плечо. Так вот, в этом месте, если вы внимательно посмотрите на форму, будет плавное окончание мягкого тона, которое перейдет в состояние такого же тона зачастую через светлую поверхность. То есть будет плавно теряться эта форма. Поэтому ни в коем случае никогда не рисуйте здесь каких-то жестких структур. Находите этот край и плавно переходите из этого состояния. Именно эта система плавного перехода, зачастую просто не владение еще материалом, умение вот так плавно переходить, является основной трагедией при рисовании шеи. Поэтому это нужно просто отдельно нарепетировать, и тогда вся система поворота формы в шее будет правильно изображена. И также ошибка, которая происходит при рисовании шеи, это изображение угла шеи, вот этого, по отношению к затылку. Что это такое? Сейчас я покажу это на образце начинающего художника. Речь идет о вот этом месте, где непонятно, как шея прикрепляется к затылку. Чтобы было легко, надо запомнить, что вот тут у нас заканчивается территория затылочной кости, и именно в это место прикрепляется мускул, который называется грудиноключично-сцевидный. Вот об этом идет речь. Челюсть, ухо и все остальное пространство обычно закрывают эти объемы, поэтому на начальном этапе рисования нужно сделать следующее. Смотрите. Когда вы вырисовываете линию челюсти, то за линией челюсти находится линия уха, а за линией уха уже уйдет линия шеи. И линия шеи, которая прячется за территорию уха, будет перекрыта линией затылка. Вот эта система, где одна линия уходит за другую, и следующая за другую, создадут невероятное пространство, потому что край и толщина самой челюсти, край и толщина мочки уха, которая находится здесь, край и толщина шеи, и край и толщина затылка, которая будет находиться здесь, создадут глубину вот этих ярусов. Это достаточно сложная структура, потому что надо научиться ее видеть. Но как только вы научились видеть, как линия шеи, которая находится здесь, прячется за территорию челюсти, как ухо перекрывает этот объем, как шея уходит за него, вы автоматически будете получать правильное вставление шеи под эту поверхность. Если вот этот момент вставления упустить, возникает тоже очень проблематичное соединение. Поэтому, когда вы вырисовываете силуэт, нашли поверхность, нашли ухо, поставили здесь, нашли территорию челюсти, то когда вы вставляете шею, обязательно следите за тем, чтобы она оказалась за территорией уха по отношению к этому и к этому пространству, уходящей внутрь под это пространство. Здесь и здесь. То есть здесь очень важно следить за тем, как идет объем челюсти, потом как идет объем уха, потом как идет объем шеи, который туда вставляется, и как идет объем затылка. То есть это будут вот такие последовательные ярусы, закрывающиеся друг за другом. Это классическая система ошибки рисования шеи.